МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 5 февраля. В студии работает Андрей Тенн. Это о главных событиях. Три ребенка госпитализированы с отравлением угарным газом. 4 февраля произошел пожар в девятиэтажном доме в Майкудуке. Меньше слов, больше дела. Аким Карагандинской области призвал чиновников провести год молодежи грамотно. На аппаратном совещании были озвучены конкретные задачи. Жительница Жайрема стала одной из самых богатых женщин в мире. 14 января в Карагандинском перинатальном центре бутагоз Жанебекова родила тройню. И теперь подробнее об этих и других событиях. Три ребенка госпитализированы с отравлением угарным газом. 4 февраля произошел пожар в девятиэтажном доме в Майкудуке. К ликвидации пожара были привлечены 25 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники. Пожар произошел в квартире седьмого этажа на площади 10 квадратных метров. Пожарными по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков и автолестницы спасено 13 человек. Из них семь детей. Жительница этого дома Светлана Николаева находилась в магазине, когда вспыхнул пожар. Она вспоминает, что было очень много дыма. Люди начали паниковать. Дым был ужасный. Там со всех этих балконов валил этот дом. Это дым. Люди стояли на балконах, кричали. Крику было, конечно, ужасно. Дети так кричали. В считанные минуты пожар был ликвидирован. Но без пострадавших не обошлось. С отравлением угарным газом госпитализированы трое детей. Старшему из которых 8 лет, самому младшему всего несколько месяцев. Сегодня дети уже выписаны из больницы. Из квартиры, в которой произошел пожар, пожарными вынесен газовый баллон емкостью 27 литров. Трое детей были доставлены в больницу для осмотра и наблюдения. На данный момент дети отпущены домой. Причина пожара сейчас устанавливается. Рассматривается несколько версий причины возникновения. В качестве одной из версий рассматривается неисправная электропроводка. Каргандинские пожарные в очередной раз обращаются к населению с требованием неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. С начала года в области произошло 167 пожаров, в которых 4 человека погибли, в том числе один ребенок. Спасатели выделяют три основные причины возникновения пожаров. На первом месте, это первая причина, это неосторожное обращение с огнем. На втором месте у нас причины возникновения пожаров, это неисправность или неправильное применение электрооборудования. На третьем месте это у нас эксплуатация печного отопления. Именно печное отопление и стало трагедией в Астане. Сегодня вся страна скорбит о гибели детей. В одночасье семья потеряла всех пятерых детей, старшей из которых было 12 лет, а самой младшей – 3 месяца. Отец девочек растопил печь и ушел на работу в ночную смену. Мать малышек также находилась на дежурстве. Согласно данным Комитета по чрезвычайным ситуациям, в прошлом году в Казахстане при пожарах погибло более 300 человек, в том числе 34 ребенка. Андрей Тен, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Меньше слов – больше дела. Аким Карагандинской области призвал чиновников провести год молодежи грамотно. На аппаратном совещании Ерлан Кушанов поставил конкретные задачи перед управлением по вопросам молодежной политики. Отойти от привычного плана мероприятия и заострить внимание на действительно важных вопросах в год молодежи призвал Ерлан Кушанов. Он отметил, что Акимы районов и городов должны действовать по четкому плану, а не хаотично. Аким области подчеркнул, что в первую очередь чиновникам необходимо акцентировать работу на снижении уровня безработицы среди молодежи. «Мы открыли пункт по трудоустройству в Караганде. Надо открыть еще несколько. Открывайте в людных местах, на вокзале, например. Это должна быть не просто акция, а дело, которое будет под постоянным контролем. За три недели в пункте по трудоустройству побывали 660 человек. Это 660 судеб. Это наше будущее. Нужно и дальше работать в этом направлении». Также глава региона предложил привлечь молодежь к озеленению родных просторов. Мол, таким образом можно убить двух зайцев одной пулей. Этим вопросом предстоит заняться заместителю Акима области Серику Шайдарову и руководителю управления по вопросам молодежной политики Мирасу Куттубаю. «Вопросы о зеленении, создании зеленых поясов вокруг крупных городов в области, не только крупных городов. О зеленении тоже один из больших вопросов. Это можно увязать и как раз годом молодежи. Достармент». Напомним, ранее глава государства Нурсултан Азарбаев объявил 2019 год годом молодежи. За этот период планируется реализовать ряд долгосрочных проектов, таких как строительство арендного жилья для работающей молодежи и повышения стипендий студентам-волонтерам. Всего на мероприятия в рамках дорожной карты по проведению года молодежи из казны выделят более 120 миллиардов тенге. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Жительница Жайрема стала одной из самых богатых женщин в мире. 14 января в Карагандинском перинатальном центре Бутагос Жанебекова родила тройню. Как это событие перевернуло ее жизнь, расскажет Яна Гапонова. Дети, как известно, это цветы жизни. Но иногда судьба преподносит семьям целый букет. Жительница Жайрема Бутагос Жанебекова в очередной раз порадовала семейство пополнением. Но никто не ожидал, что пополнение будет настолько большим. 14 января в роддоме Караганды она родила трех прелестных дочерей. Помимо этого, дома ее ждут еще трое детей. Пришли на первое УЗИ. Нам показали, что будет три ребенка. Я была очень счастлива. Не могу описать, насколько я была счастлива. Я не смогу описать словами, какое это счастье родить троих детей. Бутагос живет под одной крышей вместе с родителями мужа. Глава семейства работает с лесарем. При рождении вес тройняшек не доходил и до двух килограммов. Двоих младенцев отправили в отделение патологии новорожденных, где врачи неустанно следили за их здоровьем. Третий ребенок из-за слаборазвитых легких находился на респираторной поддержке. Роды были путем операции кесарево-сечения. И надо сказать, что вообще ведение такой беременности и потом женщины – это труд коллектива. Это не только один человек и все это по мановению волшебной палочки. Женщина рода разрешилась. Сейчас состояние всех трех девочек улучшилось. За время, проведенное в больнице, их вес пришел в норму. По словам врачей, это первая тройня за последние два года. Счастливая мама назвала своих дочерей тремя простыми, но очень теплыми именами – Сизым, Жибек и Аим. Яна Гапонова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более тысячи государственных служащих в Караганде были привлечены к дисциплинарной ответственности в прошлом году. Об этом поведали специалисты Департамента агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. В городском Акимате состоялось очередное заседание Совета по этике. 1195 государственных служащих в Карагандинской области были привлечены к дисциплинарной ответственности в минувшем году. Это на 6% больше, чем в 2017-м. Эти данные предоставили специалисты Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции в ходе заседания Совета по этике. Также проведено 294 заседания дисциплинарной комиссии, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2017-го года, в том числе местными исполнителями органов 116, территориальными подразделениями центральных государственных органов 178. Установлено, что вместо исполнительных органов на основании рекомендации комиссии руководителями государственных органов госслужащих наложено всего 72 дисциплинарных заседаний. Необходимо отметить, что Совет не просто наказывает государственных служащих за проступки, но и принимает меры для того, чтобы защитить их права. К примеру, борется с незаконными переработками. Также в 2019-го года в аппарате рекомендации Крайляны введена практика автоматического принудительного отключения рабочих компьютеров без возможности повторного запуска путем установки специального программного обеспечения. В текущем году к сверхурочным работам с письменным согласием привлечено 4 сотрудника с предоставлением в дальнейшем часов от пола. В настоящее время не использовано. Приведенная работа позволила значительно снизить количество необоснованных задержек государственных служащих на рабочих местах. Члены Совета подвели итоги работы за прошедший год, а также обсудили план действий на текущий. Примечательно, что впервые заседание Совета по этике прошло без рассмотрения дисциплинарного дела. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Рак кожи, молочной железы и легких – это самые распространенные онкологические заболевания в Карагандинской области. Всемирный день борьбы с раком отмечался 4 февраля. Медики заявляют, что только ранняя диагностика заболевания поможет успешно справиться с болезнью. Более 20 тысяч жителей Карагандинской области состоят на учете в онкологическом диспансере с различными заболеваниями. Только за прошлый год выявлено около 4 тысяч случаев злокачественных новообразований. В большинстве случаев диагностируется рак кожи, молочной железы и легких. Об этом рассказали медики в ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком. Если у нас 6 лет назад пациентов было на учете 14 тысяч, то сейчас 20 с лишним тысяч. За счет чего? За счет того, что мы достигли выживаемости пациентов. Они не умирают. Часть пациентов, которых мы взяли на учет 6 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад, они живут до сих пор, живы и здоровы, они состоят на учете. И они будут состоять на учете всю жизнь. Всю жизнь полностью. Поэтому, когда на сегодняшний день оценивают показатели работы онкодиспансеров, два показателя, один важный из них – это состоящих на учете. Если количество растет, значит, в той области, где этот диспансер находится, считается, что работа идет неплохая. Низкая осведомленность населения играет не последнюю роль в диагностике рака. Во многих случаях люди осознанно терпят боль. Участники пресс-конференции отметили, что в первую очередь сам человек отвечает за свое здоровье. Не стоит пренебрегать скрининговыми обследованиями. Действительно большой вопрос скрининга о том, что мы сейчас проводим скрининг под трем нозологиям, что это целевые группы определенного возраста, то никто не отменял индивидуальную ответственность за свое здоровье. То есть каждый человек индивидуально ответственный как за себя, мама, за ребенка, за своего близкого. И ежегодное обследование, повторяю Сергея Юрьевича, это могут быть обращения к участковому врачу, начиная со смотрового кабинета. Важная задача Всемирного дня борьбы с раком – преодоление беспечного отношения людей к собственному здоровью. Ведь правильный образ жизни – лучшая профилактика онкологических заболеваний. С 4 по 9 февраля в поликлиниках и областном диспансере пройдут дни открытых дверей, где люди смогут пройти обследование без предварительной записи. Андрей Тен Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Расширить знания детей о родном крае, побудить интерес к знаниям и воспитать любовь к родине. Отдел образования в очередной раз проводит конкурс среди карагандинских школьников. В рамках праздника, посвященного Дню рождения Караганды, отделом образования был организован конкурс с Карагандым Туган-Жерым. Мероприятие проводится ежегодно среди всех школ нашего города. Подобные конкурсы позволяют школьникам расширить границы своих знаний, пробудить интерес к новому и неизведанному, а также воспитать любовь к родине. Благодаря этому конкурсу я научилась любить свою страну. Я узнала очень-очень много нового. Я узнала про наши памятники, про районы. Также я узнала, что наша земля, наш край – это очень большое, просторное место, в котором объединяются многие национальности. Люди нашей земли – это очень добрые, гостеприимные люди. В этом году участие принимали 79 карагандинских школ. Между собой состязали 62 команды с русским и казахским языком обучения. Школьников ожидало два тура. Первый – отборочный тур, в котором дети демонстрировали знания истории Казахстана. Второй тур – брейн-ринг проходил в виде соревнований, где команды проверялись на смекалку и креативность. В первом туре конкурса они выполняли письменные работы. Здесь они состязались между собой знаниями по истории, по географии, по музыке и по казахской литературе. Источником заданий стал учебник «Ульки-Тану», который дети получили в этом году и начали изучать первый год по этому учебнику. Сейчас проходит второй тур. Второй тур – это брейн-ринг. Здесь тоже ученики состязаются, уже финалисты. Финалисты – это шесть команд с русским языком обучения и шесть команд с казахским языком обучения. Судьями, членами жюри являются учителя истории и географии школ нашего города. Сразу после окончания конкурса были подведены итоги. Детей и их руководители ждали призы в виде дипломов и грамот. А самым главным подарком стала книга о нашем прекрасном городе. Яна Гапонова, Айбин Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все на сегодня. Ждите новостей на Первом Карагандинском. И вы будете в курсе всех событий. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»